Здравствуйте! Здравствуйте! В эфире программа «Городская среда» и поговорим сегодня о том, какое образование получают наши дети. Буквально недавно в нашу редакцию обратился представитель Академии наук Молдовы с жалобой на материал моих коллег-журналистов. Неглубокие, мягко говоря, безграмотные. Я все выслушал, со многим согласился, материал переделали. Но сейчас хочу сказать о своей первой реакции на претензию академиков. Мне очень захотелось приехать на заседание этой Академии и сказать, то, на что вы жалуетесь, есть прямой результат вашей деятельности. Казалось бы, в журналистику должны попадать люди, знающие свой родной язык и умеющие разбираться в политической, экономической и социальной ситуации в нашей стране. К сожалению, видим обратное. О причинах необразованности тех, кого плодит молдавская система образования. Поговорим с советником президента Республики Молдова в области образования, науки и культуры Корнелю Поповичу. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, для начала я привел такой личный пример. Мои учителя мне говорили, если хочешь сказать что-то доступное, вот приведи, например, что-то из собственной биографии. То, с чем удалось тебе столкнуться, что ты сумел прочувствовать на самом себе. И я хочу сказать, что, например, вот тот момент, что я, или вот тот факт, что я получил образование во время Советского Союза, ну, среднюю школу закончил, высшее учебное заведение, сегодня мне дает основание говорить, что образование, которое получали вот мы с вами, мы с вами практически ровесники, учились в одну и ту же эпоху, дает нам основание говорить, что это образование... В одном и том же городе. В одном и том же городе, не побоюсь сказать, в одной и той же школе. Но вы учились в молдавской школе, я в русской. И хочу вот отметить, что получается 27 лет реформ в нашей стране, когда каждая реформа проводилась всегда, ведь никто не говорил, выдвигая ту или иную реформу. Вы знаете, я предлагаю реформировать систему образования, результаты этой реформы будут ужасные, плачевные, наши дети будут хуже и хуже знать точные науки, перестанут знать собственную историю. Вот давайте сейчас проголосуем за такие реформы. Нет, ведь говорилось о том, что эти реформы принесут много нового, позитивного, интересного. Приблизить нас, опять же, включались мантры европейским стандартам. И болонский процесс, могу упомянуть здесь, мы присоединились к этой системе. И почему-то результат 27 лет этих реформ оказался хуже, чем то, с чем, в общем-то, хотели так все бороться с таким советским прошлым. Хотя, как оказалось, ведь очень много в той же Великобритании, много в системе образования, буквально калькой, снято с того нашего советского прошлого. Да не только в Великобритании, и в той же Финляндии, и в других странах мира. Почему? Потому что ту систему, которую создавали в Советском Союзе, тоже создавали из чего-то. Тоже создавали из хорошего опыта, немецкого опыта, опыта других стран мира. И исходили из потребностей страны. И то, что произошло у нас в последние годы, это была попытка разрушить ту систему, которая существовала, которая работала. И благодаря которой у нас до сегодняшнего дня сохранилась система образования. То есть, именно та основа, которая была заложена в советский период, именно та основа позволила до сегодняшнего дня Республике Молдова, чтобы существовала система образования. Как до вузовского, так и вузовская, и также система исследований, то есть академическая система. Потому что те реформы, которые были сделаны за последние 27 лет, и особенно за последние 10 лет, это не реформы, которые бы дали что-то новое положительное. Это было разрушение системы. И каждый министр, который приходил к власти, который приходил в министерство, он начинал не с того, чтобы исследовать реальную ситуацию, а он хотел как-то закрепить свое имя в истории педагогической науки Республики Молдова, в истории педагогической системы Республики Молдова, проводя какую-то реформу. И не случайно сейчас, когда мы говорим о том, что происходит в нашей системе образования, а наша система образования больна, сильно больна, то мы выделяем, скажем так, три основные болезни. Это первая болезнь, это хроническое реформирование. То есть каждый министр хочет что-то свое новое внести, без того, чтобы понять, зачем это нужно, к чему это привезет. Вторая болезнь, это бюрократизация, когда люди хотят, в том числе и представители министерства, хотят держать под контролем. И вместо того, чтобы наши преподаватели развивали свой педагогический уровень, вместо того, чтобы они хотя бы читали книжку, отдыхали и так далее, они сейчас должны готовить многочисленные отчеты, многочисленные документы подписывать, планы, конспекты и многое другое. То есть полная бюрократизация, отчетность непонятная, до чего это нужно. И третья сильнейшая болезнь, это сильная политизация. То есть у нас система образования направлена не на то, чтобы подготовить, скажем так, высококвалифицированных граждан Республики Молдова, и особенно граждан Республики Молдова, а для того, чтобы решить и продвигать какие-то политические, программу политических партий, которые находятся у власти. То есть воспитать себя избирательно. Идеологию, да. И, соответственно, для того, чтобы сохранить систему образования Республики Молдова, мы должны искоренить вот эти и вылечить вот эти болезни. Потому что на сегодняшний день вот эти так называемые реформы привели лишь к тому, что мы потеряли сотни школ. А что значит закрытие школы в населенном пункте в селе? Это значит, что через короткое время село исчезнет. А когда в Республике Молдова у нас огромные проблемы демографического порядка, то если мы будем закрывать школы, то мы будем стимулировать вот эту демографическую катастрофу. Люди просто-напросто вначале уедут в города, а позже они уедут из страны. И вот за последние 10 лет в Молдове закрыто более 300 школ. Более 300 школ было реорганизовано. Более 700 учебных заведений, то есть вне классового, скажем, образования, которые финансировались из бюджета, тоже были закрыты. И сейчас мы констатируем тот факт, что наши дети вынуждены ехать на довольно большие расстояния, чтобы на обучение. И вот в зимнее время это сопровождено определенными проблемами, в том числе и для здоровья и жизни наших детей. Это привело к тому, что за последние 10 лет из системы ушло более 10 тысяч преподавателей. Это очень много для республики Молдова. Если в 2010 году у нас система образования была где-то в пределах 38 тысяч, то сейчас дошло до 27 тысяч преподавателей. И большинство из этих преподавателей, они ушли из системы. А часть из них просто-напросто уехала из страны. И вот 2018-2019 год учебный мы начали с большим дефицитом учителей. То есть более 2 тысяч было ваканных мест. Это количество закрытий школ. Эти реформы, да. И вот эти школы, которые были закрыты, когда их пытаются открыть, практически невозможно. Родители, дети не хотят опять входить в какие-то политические игры. Но закрывались не только, скажем так, школы, где не было в селах, где не было детей. Но закрывались школы, где были дети. И школы, которые были отремонтированы. И там были вложены большие деньги. Но возвращаясь к преподавателям, я также хочу сказать, что до 2018 года преподаватели были вынуждены повышать свой профессиональный уровень из своего кармана. То есть они платили деньги на того, чтобы участвовать в курсы по повышению квалификации и своих мизерных заработных плат. В условиях, когда эти заработные платы очень маленькие. И были также случаи, когда преподаватели были вынуждены брать в долг в магазинах на элементарные свои потребности. Это привело к тому, что престиж профессии, педагогической профессии довольно сильно упал. И я думаю, что нам понадобятся огромные усилия для того, чтобы восстановить этот статус. Потому что не может быть нормального цивилизованного общества, где преподаватель, профессии пробователей не в почете. И не случайно за последнее время выпускники педагогических вузов не идут в школу. Например, в прошлом году из тысячи выпускников пожелали участвовать в распределении в пределах 600. Участвовали в самом процессе где-то до 200. Сколько из них осталось в школе, мы еще не знаем. Но я думаю, что очень мало. Это приводит к тому, что со временем у нас уровень, то есть возраст преподавателей растет. То есть люди, которые имеют предпенсионный и пенсионный возраст, число их увеличивается. Если, например, в 2013 году у нас было где-то в пределах 14% преподавателей, которые имели 60 лет и более, то в 2018 году их уже 18%. То есть на 4% выросли. А это критическая цифра. Потому что эти люди в любой момент могут уйти из системы. Вы представляете, если из системы образования уйдут практически 20% преподавателей. Это коллапс для системы. В то время как, например, если в 2013 году было где-то в пределах 14% преподавателей с возрастом до 30 лет, то в этом году их количество уменьшилось до 10%. То есть нет притока молодых педагогов. Нет притоков. Люди не идут. А это люди не идут в систему, потому что нет престижа. И заработные платы, которые были до сих пор, они были мизерными. То есть на 2018 год заработная плата преподавателей составляла в пределах 80% от средней заработной платы по экономике. А у преподавателей, чтобы он работал хорошо, должна быть более чем достойная заработная плата. Не только заработная плата для того, чтобы он смог кушать элементарно, а для того, чтобы он одевался, отдыхал, покупал книжки и так далее. Сейчас, когда ввели новую систему, закон об заработной плате в бюджетной системе, то эта реформа опять была неподготовлена, опять была хаотична, опять ее подготавливали или разрабатывали неподготовленные, некомпетентные люди. И установили хаос в системе оплаты в бюджетной сфере и в том числе и у преподавателей. Например, после этой реформы оказалось, что у ряд категорий преподавателей и менеджеров в системе образования они получили уже меньшую заработную плату. И поэтому, в том числе и по настоянию со стороны президентуры, правительство было вынуждено спустя месяц-полтора после принятия бюджета поменять бюджет. То есть провести изменения в бюджете. То, что недопустимо и то, что еще раз доказывает, что есть проблемы в качестве разработки подобных документов. Есть также большие проблемы в системе высшего образования в Республике Молдова. У нас за последние годы число студентов упало довольно сильно. Если у нас в 2010 году было в пределах 107-108 тысяч студентов, то в этом учебном году лишь 60 тысяч. То есть падение огромное. Ну вот в чем причина? Это престиж наших вузов падает? Или может быть экономическая ситуация не позволяющая оплачивать? Причина, я вам скажу, перед тем, как вернуться к причине, я вам скажу, какие это могут быть результаты. Это приведет к тому, что Молдова останется без квалифицированных кадров. И если связать с предыдущей нашей идеей о том, что у нас нет компетентных людей, в том числе и в разработке документов, связанных с государственным управлением, то ситуация усугубится, если у нас не будут люди с высоким уровнем квалификации. И уже есть проблема. У нас есть нехватка педагогических кадров, то, о чем мы говорили. То есть мы начали учебный год, имея дефицит 2000 преподавателей. У нас уже проблема с врачами. У нас есть больницы, где есть огромная нехватка количества врачей. У нас есть в других сферах жизнедеятельность, нехватка квалифицированных кадров. И может случиться так, что Молдова будет импортировать какие-то африканские страны людей с высшим образованием. Легионеров каких-либо. Да, и поэтому, например, количество, ну кто-то может сказать, хорошо, падает число населения и, соответственно, падает число студентов. Да, но я вам приведу одну цифру. Если в 2010 году у нас на 10 тысяч населения было где-то в пределах 303 студентов, то сейчас их на 10 тысяч населения 171. То есть падение непропорционально. То есть это указывает на то, что у нас система высшего образования в кризисе. Какие причины, отвечая на ваш вопрос, есть объективные причины, но есть и субъективные. Объективные причины это демографический кризис в Республике Молдова. И как это не прискорбно говорить, но мы прошли ту красную линию. Мы не сможем остановить уже процесс демографического падения. Но мы можем приостановить, скажем так, эффекты этого, то есть уменьшить негативные эффекты этого падения, демографического падения. И мы можем как-то исправить ситуацию, в том числе и в нашей экономике, благодаря повышению качества человеческого потенциала. То есть подготовленные люди, если они будут работать в каких-то наукоемких сферах, это может спасти ситуацию в Республике Молдова. И приостановить отток. Затем среди объективных причин, тому что у нас меньше студентов, это социальная дифференциация. У нас в Республике Молдова со временем становится очень много бедных людей. И есть семьи, в которых дети именно по финансовым, по материальным причинам не могут продолжить свое образование. Не могут пойти после сдачи экзаменов по баклауреату, пойти обучаться в высшие учебные здания. Просто нет средств для этого. То есть Молдова беднеет. А беднеет, опять же, исходя из того, что есть проблемы в управлении. Так как нет бедных и богатых стран, есть хорошо управляемые и плохо управляемые страны. Другая объективная причина — это реинтеграция семей. У нас много молодых людей, много выпускников школ, лицеев. С окончанием лицеев уезжают за рубеж. Уезжают за рубеж в процессе воссоединения семей. То есть они уезжают уже без того, чтобы возвращаться обратно. Так как там находится их мать, отец и так далее. Но есть и субъективные причины. Есть и субъективные причины. И среди этих субъективных причин я хотел бы назвать систему по экзаменам по баклауреату, которую сейчас у нас проводится в Республике Молдова. Эта система сделана так, что она не определяет уровень подготовки детей, которые обучались в течение 12 лет в школе. А это система наказания. Дети боятся бакалуреата. Вместо того, чтобы пойти, сдать и узнать свой уровень подготовки. Они боятся этого. Это стало спиритуаре, то есть пугало для наших детей. Даже лотереи, потому что подготовленные дети идут. И более того, и в этом контексте, только из того, что вы сейчас только что сказали, еще хочу подчеркнуть, что сама система оценивания, она очень субъективна. И которая вызывает очень много вопросов. Я думаю, и должны появляться вопросы и у компетентных органов. Потому что, например, в прошлом году в процессе пересдачи экзаменов было изменено до 3000 оценок. С отрицательных на положительную. С отрицательных на положительную. Была поднята оценка. То есть человек на первом экзамене, то есть первый раз получил семерку, и после пересдачи получил восьмерку, девятку и даже десятку. И появляется вопрос, как это возможно? Одну и ту же работу вначале оценили на 7, потом оценили на 10. Или некомпетентен тот, который в первый раз оценил, или некомпетентен тот, который второй раз оценил. Но и в первом и в втором случае виновен тот, который организует эти экзамены. Почему вы тогда приводите в качестве экзаменаторов некомпетентных людей? А может быть есть и другие причины? Может быть есть какая-то заинтересованность со стороны каких-то лиц? Может быть есть какой-то криминальный, коррупционный компонент? То есть это нужно выяснить. Но менять за неделю более 3000 оценок это недопустимо. Есть и другие субъективные причины. Это отсутствие конкретной позиции политики со стороны государства. Что касается плекари. То есть наши дети уезжают на обучение за рубеж. Это, скажем так, этот процесс нельзя приостановить. Но его можно как-то регулировать не во вред Республике Молдова. Потому что из Республики Молдова уезжает ежегодно на обучение за рубеж в пределах 10 тысяч детей в различные страны. Но это должно происходить не во вред нашей Республике. Потому что из этих детей более 90% они не возвращаются обратно в страну. С одной стороны. С другой стороны это пагубно влияет на будущее наших университетов. И вот в дискуссии с нашими ректорами мы предложили, в том числе и правительству, предложили, чтобы поменяли статус той помощи, скажем так, которую оказывают различные государства в предоставлении стипендий на обучение нашим детям за рубеж. Поменять этот статус стипендии на обучение на стипендии по академическому обмену. То есть заключается договоренность между иностранным вузом и молдавским вузом. Наш ребенок обучается в нашем вузе, то есть в Молдове. Один-два семестра обучаются за рубежом. Есть обмен преподавателями, есть обмен студентами. То есть это приводит к повышению качества и уровня подготовки в наших вузах. И в конечном итоге ребенок не теряет связь со своей родиной и в конечном итоге получает два диплома. Молдавский и зарубежный. Наши ректора согласны. В результате дискуссии, в том числе с российскими вузами, и не только, они тоже согласны пойти на это. Но есть вот это непонятное отношение со стороны нашего министерства образования. Другая причина, скажем так, субъективная, которая приводит к тому, что наши вузы находятся в плачевной ситуации, это начатая за последние годы нелояльная борьба между вузами. То есть студентов меньше становится с каждым годом, и начинается нелояльная конкуренция. Каждый перетягивает на себя это одеяло, вместо того, чтобы найти какие-то общие правила игры по привлечению студентов. И в прошлом году, то есть в 17-м году, был большой скандал, в котором участвовали, скажем так, основные вузы Республики Молдова. У нас была дискуссия с ректорами, и мы пришли к выводу, что нужно вырабатывать до начала учебного года конкретные правила игры, то есть регламент, который был бы обсужден на совете ректоров, и который был бы принят всеми вузами Республики Молдова. И к нашему удивлению, Министерство образования Республики Молдова отошло от этого процесса, как-то самоизолировалось, и оставило эту проблему на самотек. И в этом году опять началась борьба между нашими вузами. Но это разрушительный процесс, это не приведет к хорошему. Затем, в результате, еще одна проблема, есть в результате изменения системы оплаты в бюджетной сфере, были повышены заработные платы у преподавателей вуза. Это очень хорошо. Это должно было быть сделано намного раньше. Но проблема состоит в том, что эти повышения были сделаны за счет ресурсов, которые есть у вуза. То есть денег с бюджета не идут. А откуда может взять вуз деньги? У него собственных ресурсов нет. То есть повышать таксу за обучение, то есть цену за обучение, это нереально. Потому что в этом случае у нас полностью мы останемся без студентов. И так далее. То есть причин много. Ряд из этих причин можно устранить, потому что они искусственно созданы. И это можно сделать лишь в результате дискуссии, интерактивной дискуссии между всеми заинтересованными сторонами. В первую очередь с участием Совета ректоров Республики Молдова. Корнелий, вы наверняка помните фразу «кадры решают все». И опять же, если вспомнить наше с вами советское прошлое, очень много уделялось внимания тому, кого и для чего воспитывают вузы. Кого они выпускают, как они их обучают. Вы наверняка помните, была система распределения, когда редко кто мог воспользоваться свободным распределением. А так, в основном, когда ты уже учился на четвертом или пятом курсе того или иного вуза, ты уже знал будущее место своей работы. То есть ты уже ориентировался. Сегодня, мне кажется, экономическая ситуация нашей с вами страны не только не позволяет заняться таким планированием распределения выпускников, это практически такая, не знаю, в общем-то огромная брешь в экономике, в пустыне. Ведь выпускник, пусть даже с хорошим дипломом, пусть даже благодаря вот этой новой интересной идее, когда идет обмен педагогами, обмен студентами, когда возможно получить два диплома. Но ведь куда идти дальше с этим дипломом? Как получить возможность дальше реализовывать свои профессиональные навыки, реализовать свои жизненные потребности, найти себя в конце концов? Молодые люди, они, в общем-то, люди, которым, ну, необходимо найти свой путь жизни для того, чтобы понять нужное в своей стране. Ведь сегодня мы видим обратную ситуацию. Выпускник, то есть понимая, что даже вот, например, возьмем с, ну, такого этапа, абитуриент, вот он выбирает тот или иной вуз. Часто мотив, ну, потому что может быть интересно, вот так ему нравится. Ведь я обращаю внимание, например, на тех, кого выпускают в журфаке. Почему ты пришел в эту профессию? Ну, нравится, журналист. Где-то прочитал книжку, где-то, может быть, увидел интересный репортаж. Может быть, и подумал, что я тоже так смогу. Но базовых, будем говорить, данных нет. И затем идет образование, получаемое на основе, там сказать, контракта. Не каждый вуз готов, так сказать, ставить реальные оценки, чтобы потерять такого донора. В итоге выпускается человек, который, ну, профессионально не подготовлен, а потом спрос, опять же, невозможно же, например, сказать, чтобы там было там 3000 вакансий от них только журналистов. Я уж просто привожу пример журналистов, но это может быть экономисты, юристы. Ведь уже была такая шутка, что Молдова страна юристов. Кто-то говорил, что страна банковских работников, кого не спортишь, кого, где заканчивал, что заканчивал. Ну, вот там менеджмент банковского дела, не знаю. А все равно, в общем-то, в перспективе, в лучшем случае, идешь сразу и кассиром устраиваешься, на большее сложно претендовать сегодня. Или уезжаешь за рубеж. Да, или уезжаешь за рубеж с этим дипломом. То есть люди получают бюджетное образование, либо, в общем-то, оплаченное родителями, но так или иначе был вклад нашей страны, наших педагогов в этого ребенка, а дальше идет реализация совершенно в другом государстве, получают подготовленного человека. Так или иначе, но подготовленного человека, воспитанного человека, получается другая страна, где он себя реализовывает. Вот здесь, что можно было предложить бы государству? Как изменить этот тренд? Потому что ведь, мне кажется, и здесь мы красную черту каким-то образом уже, наверное, перешли. Вы в своем вопросе затронули очень много аспектов и очень много проблем. Постараюсь очень коротко ответить на основные моменты. Первое. Мы должны понять, что система образования является частью нашего общества. И те процессы, которые происходят в нашем обществе, характерны и для системы образования. И то, что у нас есть проблемы в экономике, в социальной сфере, это отражается и на систему образования. Об этом указывает и наша действительность, то, что мы наблюдаем в нашей Молдове. На это указывают и международные индексы, международные исследования. Для того, чтобы поменять и решить те проблемы, которые вы коснулись, здесь нужна политическая воля, здесь нужно политическое желание, компетенция. Потому что система образования в республике деградировала. А провести изменения или вернуть систему образования к нормальной ситуации, для этого понадобятся годы. Потому что программы обучения, которые должны быть в тех же вузах, они должны быть направлены на то, чтобы подготовить специалистов в будущем. То есть программы должны исходить из потребностей, которые будут в обществе спустя, например, элементарно 3-4-5 лет. Не исходить только из существующих проблем. А эти программы должны разрабатывать компетентные люди. Вот вы говорите о советском периоде. В советском периоде были целые институты, которые занимались разработкой программы обучения. Сейчас подобные разработки практически отсутствуют. И каждый вуз разрабатывает, что он хочет. Не были созданы до сих пор профессиональные стандарты по различной специальности, из которых должны исходить разработка программ обучения в тех же вузах. И многое, и многое, и многое другое. Непонятно, например, сейчас, кто занимается определением потребностей Республики Молдова в количестве и качестве определенных кадров. Когда-то была целая система, которую люди исследовали. Например, какая потребность у нас будет в учителях, врачах через 5-10 лет. Это все должно быть заложено в деятельности государственных органов. У нас этого нет. У нас хаос. И пока этот хаос присутствует, у нас будут большие проблемы. И вот я начал исследовать индекс глобальной конкурентоспособности. Вот эти данные международных структур. И что касается Республики Молдова, то они указывают, что у нас довольно плачевная ситуация. У нас по индексу привлечения, скажем так, молодых специалистов. Потому что, несмотря на то, что у нас есть проблемы, у нас есть талантливая молодежь. У нас, несмотря на все эти проблемы в системе образования, у нас молодые люди все-таки получают образование, хорошее или самообразование. У нас есть и хорошие преподаватели. И после окончания вузов эти молодые люди просто-напросто уезжают из страны. Поэтому по индексу привлечения молодых специалистов к работе в своей стране мы находимся на довольно нехорошем месте. Также у нас практически последнее место в этом индексе по привлечению молодых специалистов из других стран. То есть мы не можем привлечь. То есть у нас нет в Молдове вот этой сложившейся ситуации. Но, опять же, повторюсь, это возможно из-за того, что кризис охватил страну. То есть нет функциональной экономики. Страна проник тут о коррупции. Есть социальные проблемы. Есть неэффективное управление. Когда я говорю еще о неэффективном управлении, то я хочу напомнить еще тот факт, что, например, в ту же систему образования ежегодно вливаются довольно большие суммы. Довольно большие суммы. То есть в пределах 10 миллиардов влей. Но нет эффективности от этих вложений. То есть те структуры, которые реализуют вот эти вложения, они не добиваются хороших результатов. Опять же, тема для работы компетентным органам. И компетентные органы, и повышение качества управляемости страной. Ну вот раз мы заговорили о будущем, но ведь мне кажется, как раз будущее системы образования это полная деятельность для Академии наук. Ведь кому как не им заниматься планированием, кому как не им закладывать основы будущего. Но если уже заговорить об Академии наук, то, наверное, доля ответственности за сегодняшнюю ситуацию в системе образования лежит, наверное, на наших академиков. Насколько это верно? Ну, сейчас у нас практически в Республике Молдова Академии наук уже нет. То, что было создано... Здание красивое стоит в центре города. И список академиков, мне кажется, потребует не одну такую страницу. Так вот, только это и осталось. Осталось здание в центре города и осталось определенное количество академиков. И Академия наук сейчас, если мы посмотрим в существующем законодательстве, то это стала организацией, где собираются люди, имеющие звание академика и члена КОРО. Может быть, для того, чтобы выпить чай. Ну, в общем, дорогое удовольствие. Это получается за счет налогоплательщиков, у них такой дорогой элитный клуб. Да, но это, опять же, было сделано нашим правительством. И когда в 2017 году президентура высказалась против тех изменений, в законе о науке и инновациях нас не поняли или не хотели понять, мы тогда, после того, как переговорили в том числе с определенным количеством академиков, мы пришли к выводу, что проведенные, то есть те изменения, которые хотели сделать в то время, это приведет к тому, что Академию наук просто-напросто разрушена. То есть ту Академию, которая была создана, начиная с 1946 года, где работали многочисленные выдающиеся люди, где работали институты, целые институты, которые оказали огромное влияние на развитие Республики Молдова, институты, которые создали экономику Республики Молдова, разработки, которые ценились не только в нашей стране, но и в других странах мира. Так вот, эту Академию наук решением нашего правительства, бывшего, скажем уже, или который еще находится в своих кабинетах, членов этого правительства, эта Академия была разрушена. Эти изменения в законодательстве, которые президент Игорь Николаевич Дадон не подписал, не промульгировал, но промульгировали другие, скажем так, политические деятели, эти изменения привели к тому, что у Академии наук, или той структуры, которая называется еще Академией наук, отобрали все исследовательские институты. То есть все исследовательские институты перешли к министерству. Зачем министерству, институты исследовательские в области биологии, химии, филологии и так далее? Для того, чтобы создать балласт, от которого, опять же, нужно будет избавляться. Да, вы правы. Отвечать на этот вопрос можно очень философски. Как один сказал, мы ввели, когда я спросил одного из представителей правительства, мы хотели внедрить какую-то модель, западно-саксонскую модель в науке, которую он сам не понял, о чем он сказал. Но я думаю, что ответ более приземленный, более банальный. То имущество, которое было в Академии наук, а там очень много зданий, очень много гектаров земли, в том числе и в центре города, перешло в правительство. И это имущество очень легко можно превращать в деньги. Затем та структура, которая сейчас осталась, потому что непонятен статус, сами академики не знают, чем они сейчас занимаются, стала сильно политизирована. То есть сейчас вот эта структура подотчетна правительству. Сам будущий президент Академии наук тоже подотчетен правительству Республики Молдова. То есть элемент политизации будет довольно сильный. И главное, разрушив Академию, которая была ядром системы, исследовательской системы Республики Молдова, мы на пороге огромной катастрофы, которая может привести к тому, что у нас полностью исчезнет наука. Молодые люди уже не хотят идти в науку, а с разрушением вот этой инфраструктуры, они не увидят смысла заниматься наукой в Республике Молдова и уедут из страны. Я думаю, что все-таки будущее правительство, будущее парламентское большинство вернется к этому вопросу. Восстановит статус-кво, возвратит Академию наук потерянную собственность, создаст условия для функционирования Академии наук Республики Молдова. Да, я с вами соглашусь, что менять в Академии наук нужно было, делать определенные изменения, определенные реформы. Но и в первую очередь нужно было решить проблему с руководством Академии наук, то есть бывшим руководством, которые привели Академию к этому хаос. Но так случилось, что после этих изменений в законодательстве Академия разрушена, а руководство осталось бывшее. И это нехорошо. Поэтому я думаю, что к этому вопросу мы еще вернемся, потому что это уже становится, потеряв Академию, потеряв систему образования, потеряв систему исследований, это уже проблема государственной безопасности Республики Молдова и проблема существования нашей страны. Потому что у нас есть проблемы в области экологии, большие проблемы. У нас есть нехватка воды, у нас есть проблемы с Днестром, у нас есть проблемы в области здравоохранения, У нас рождается малое количество детей, и рождаются дети с проблемами в области здоровья. У нас есть социальные проблемы, есть экономические проблемы, которые можно решить лишь благодаря серьезным, в том числе и фундаментальным научным исследованиям. А кто будет заниматься этими вопросами, если у нас система образования и система науки исследований не будет? Да, смотрите, за любую область. И проблему сейчас, я думаю, что еще можно решить с Академией наук, и я думаю, что сейчас свою роль должны сыграть сами академики. Вот вы в начале передачи упомянули академиков, я вам тоже скажу, что когда мы в президентуре подняли вопрос о недопустимости проведения так называемой вот этой реформы, которая привели к этому хаосу, эту идею поддержали, то есть нашу инициативу, чтобы приостановить этот процесс, поддержало очень малое количество академиков. Для нас это было странно. Как могут вот эти известные люди не понять, что разрушается система, научная система Республики Молдова? Они сами теряют свой статус, свою работу теряют. Но да, в качестве примера мы приводили в том числе ситуацию в Казахстане, в других странах, где тоже провели подобные реформы, так называемые, но потом они очухались. И, например, в Казахстане, так как у них есть ресурсы, они смогли восстановить ситуацию. В Молдове мы не сможем восстановить, потому что подобных ресурсов у нас нет. И я думаю, что они не высказались публично тогда, в том числе из-за того, что существует этот страх, который проникнуто наше общество. И этот страх, который охватил в том числе и наших академиков. Потому что в приватных дискуссиях они высказывают свое мнение, а вот чтобы выступить публично, то есть не хватает духа. И поэтому я думаю, что сейчас настало то время, когда наши академики должны внести свое имя в историю науки Республики Молдова, именно тем, чтобы восстановить роль и статус Академии Наук Республики Молдова. — Корнеги, спасибо вам и за сегодняшний разговор, и за этот финал. Потому что, мне кажется, за любую сферу в нашей стране возьмись, наблюдаешь такую определенную тенденцию. Политическая карьера в удобной для тебя партии, затем какой-то пост, а в конце почему-то уголовное дело. И, ну, почему-то это в кавычках, понятно почему. И вот мне кажется, что да, страх, да, может быть, нежелание бороться, но ведь есть еще и элемент приспособленчества. То есть иногда смотришь, ну ты выбрал вот эту вот политическую стезю для того, чтобы получить этот пост, а потом в итоге разворовать, так сказать, лишить массы людей перспективы. В данном ситуации, смотрите, если уже говорить об Академии Наук, это перспектива целой страны. — Академия Наук, что касается уголовных дел, то вы, наверное, в курсе, что бывшее руководство именно этим войдет в историю науки Республики Молдова, то есть уголовными делами. — То, что не является хорошим делом. Бывшее руководство может войти в историю также тем, что не были созданы какие-то выдающиеся открытия в науке, а были построены различные структуры на землях Академии Наук, а также тем, что Академии просто-напросто лишили собственности. — Спасибо. С удовольствием продолжим с вами этот разговор и в других наших эфирах. — Все будет хорошо. — Будем отслеживать за тем, как и что происходит в системе образования в Республике Молдова, для того, чтобы наши с вами дети, я надеюсь, и внуки получали достойное образование, так как, в общем-то, без этого трудно, наверное, проложить достойный, правильный путь в собственной жизни и выбрать нужную карьеру. — Это основной потенциал Республики Молдова. Основной потенциал Республики Молдова — это люди. А подготовленные люди — это золотой фонд нашей страны. — Спасибо вам. — Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был советник, президент Республики Молдова в сфере образования, науки и культуры Корнелий Попович. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова